МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ-программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Все знают номер 112, и все вопросы, связанные со скорой, с каким-то недомоганием. Люди звонят в службу 112. Глава округа оценил, как работает единая дежурно-диспетчерская служба. Место перехода, бывшего несанкционированного перехода, на сегодняшний день уже отремонтировано. Про рейд на железной дороге узнаем из репортажа Григория Ворванина. Мы просто так это не выдаем, это по делам. Участие не менее в трех мероприятиях. Люберецких волонтеров наградили за добрые дела. Это как голод. Потому что ты ничего не можешь с собой сделать. Надо сесть, потому что начинают все нервировать. Откуда берут вдохновение художники и что заставляет их творить, об этом расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Несколько лет сотни обманутых дольщиков жилого комплекса Томилина ждали, когда смогут заехать в свои квартиры. И этот момент наконец настал. 420 семей получили заветные ключи. Со счастливыми новоселами пообщался мой коллега Григорий Ворванин. Спасибо. Строили, строили и наконец построили. Этого момента сотни семей ждали 5 лет. Доверившись доверениям застройщика, что дома будут сданы в срок, купили квартиры в жилом комплексе Томилина. Застройщик сдержал слово. Частично. В 2017 году 6 домов построили, ввели в эксплуатацию, дольщикам вручили ключи. Другим не повезло. Стройка замерла. Лишь благодаря вмешательству администрации городского округа дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Сегодня мы получили ЗОС на эти три дома. Это 420 квартир, это 420 семей получат ключи. Мы начали их выдавать. Я думаю, что где-то в ближайшее время мы получим разрешение на ввод, дабы оформить все документы, чтобы люди могли полностью быть собственниками данного жилья. Вадим Озеров заехать с семьей в новую квартиру планировал еще в 2017 году. Срок сдачи дома постоянно отодвигался, а мечта о новоселье становилась призрачной. Проходит первый квартал, второй квартал, проходит 18-й год, 19-й год проходит, а все обещало и обещало. То есть мы уже на самом деле даже в 2020 году и не надеялись. Тут как раз получается пятница предыдущая, все. Ах был подписан, но счастья было до нельзя. То есть, естественно, переживали, сколько времени прошло и родители, и родственники на работе. В настоящее время из 11 домов в жилом комплексе Томилина достроить осталось три. Их готовность 70%. После того, как они будут сданы, в микрорайоне начнется строительство школы и детского сада. Не забудут и о спортивных площадках. Задача здесь сделать максимально комфортным пребывание жителей, для того, чтобы они имели возможность не только отдыхать, но еще и активный образ жизни вести, заниматься спортом. Вот над этим мы сейчас тоже будем работать. В квартирах есть все для комфортного проживания. Проведено и подключено отопление, электричество и водопровод. Новоселам остается лишь купить мебель, и можно отмечать новоселье. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мнения разделились. Жители комплекса «Жемчужины Коренева» уже три года не могут договориться по поводу придомовых заборов, которые установили некоторые собственники. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. У нас позиция, чтобы все было в рамках закона. А закона говорит о том, чтобы поставить, что-то поставить или что-то убрать, нужно собрать собственников жилья. Предмет дискуссии – эти ограждения. Собственники таунхаусов, разбившие полисадники возле своих домов, говорят, комплекс находится в лесу и заборы – дополнительная защита от диких животных и бродячих собак. Выходишь ты сразу на улицу, получаешь, то есть у тебя нет ни подъезда, ничего. У меня маленький ребенок, просто вот один раз собака напугала до полусмерти, как говорится. Когда мы устанавливали забор, да, мы знали, что, наверное, это не совсем законно, но понимали, что большая часть, ну, реально, объективно, большая часть поселка – за. Логика тех, кто против наличия подобных ограждений, тоже понятна. Некоторые заборы мешают проходу жителей и специалистов коммунальных служб. Вот сзади меня территория совершенно заброшенная, то есть здесь никогда никто не убирается, никогда ничего не делает, это весь мой вид из окна. Есть совершенно нормальная процедура, то есть обратиться, чтобы нам разработали концепцию нового проекта благоустройства, чтобы там была концепция каких-то, ну, какого-то вида заборчиков невысоких, да, или там зеленых насаждений, и проголосовать за это всем корпусам. Обе стороны согласны в одном – решение, которое устроит всех, возможно принять только путем голосования на общем собрании. Помимо этого, установка и расположение заборов должны строго соответствовать действующему законодательству. Мы готовы предоставить помещение, в котором произойдет собрание собственников, на котором мы примем решение, сообща примем решение против установки заборов, за установку заборов совместно с жителями и управляющей организацией. На собрании предстоит обсудить и ряд других вопросов. Среди них проект спортивной и детской площадок, освещение дороги, ведущей к жилому комплексу. Все пожелания и замечания жителей представители администрации занесли в протокол и взяли на контроль. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Замерзли в собственных квартирах. С такой проблемой жители Краскова обратились к властям. Что послужило причиной холодных батарей и низких комнатных температур, выяснял личный министр Роман Терюшков. В Любрецкий округ он приехал по поручению губернатора Подмосковья. Стояк практически холодный, едва теплый. При этом сама батарея еще холоднее. Нижняя ее часть вообще холодная. Чтобы согреться зимой в квартире Алексея Самсонова, оказалось мало поставить современные батареи. Отопления в холода катастрофически мало. Помогает только кондиционер и обогреватель. Но спать жильцам по-прежнему приходится под двумя одеялами и в теплой одежде. И исправно платить за недоотопление. 2 800 сейчас. За трехкомнатную квартиру 60 квадратных метров. Управляющая компания реагирует, присылает сотрудников. Они сливают стойки и говорят, мы ничего не можем сделать. Теплоноситель холодный. Помочь управляющая компания не может и другим жильцам 107-го дома на Карла Маркса. В квартирах температура еле приближается к отметке плюс 18. Замерзшие красковчане устали бороться с холодом самостоятельно. Добились лишь полного исследования отопительной системы дома. У нас три дома на этой ветке. Как мы выяснили, жителям не хватает теплоносителя. То есть не жителей, но в первую очередь нам. Потому что если бы, допустим, по норме на этот дом нужно 20 тонн теплоносителя, а приходит только 10. Поэтому у них у всех верх батареи теплый, а внизу холодный. Потому что обратной температуры не хватает. Проблемой красковчан занялся региональный министр Роман Терюшков. Он ощутил обращение в прямом смысле слова с собственными ногами. Инспекцию холодных квартир провел без обуви. В ходе совместного обсуждения с жителями и администрацией Люберец удалось найти пути решения наболевшего вопроса. Увеличит объем теплоносителя. Я думаю, что в течение трех дней эта проблема будет снята. После этого уже температура в квартирах должна пойти вверх. Но, конечно, у жителей накопилось еще большое количество проблем, запросов, которые они хотели обозначить. Обозначили. Мы тоже будем работать. Все обращения красковчан Роман Терюшков взял под личный контроль. В случае неисполнения поручений министр обещал привлечь к делу министерство ЖКХ и ГЖИ Подмосковья. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе идет активная работа по заявкам жителей с сайта Добродел. Две детские площадки и стадион «Электрон» посетил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Подробности о его рабочем визите в следующем сюжете. Визит Романа Терюшкова в городской округ Люберцы начался с посещения Центра управления регионом. Ежедневно сюда поступает более 200 обращений от жителей. В тройке самых популярных тем – благоустройство дороги и здравоохранения. На последней остановились подробнее. У нас создана группа людей. Так скажем, наш центр такой, который обзванивает вместе с социальной защитой 65+. У нас таких 43 тысячи человек. Значит, мы уже всех обзвонили. А из 43 тысячи человек сколько, с какому количеству человек потребовалось? 316. То есть, который у вас находится на карандаше постоянно? 316 помощи. Волонтеры им оказали. После министр отправился по объектам обращений Люберчан. На детской площадке возле третьего дома по улице Мира Терюшков поговорил с жителями о реновации игровой зоны. В следующем году и проверил отремонтированные качели. Мы еще определили 2-3 элемента, которые, в принципе, на данном этапе можно было починить. И в течение двух дней им их восстановят. Следующая остановка – стадион «Электрон» в Краскове. Этому спортивному объекту, где выросло несколько поколений футболистов уже полвека. Время внесло свои изменения, и комплекс нуждается в обновлении. С просьбой включить стадион в программу «Спорт Подмосковья» представители спорткомитета городского округа Люберцы обратились в Министерство Московской области. В конце 2019 года, в 2020, разработали проектно-смертную документацию на капитальный ремонт нашего объекта, где мы сейчас находимся. Проект предусматривает реконструкцию трибун, строительство уличных утепленных раздевалок с душевыми санузлами, а также обустройство беговой дорожки. По словам министра спорта, реализация программы начнется в 2022 году. Сто процентов этот объект стоит в плане по капитальному ремонту. Я думаю, за полтора-два месяца мы полностью справимся, только нужно будет посмотреть так, чтобы и спортивная инфраструктура в момент проведения капитального ремонта была задействована, и на футбольном поле играли дети, играли команду. Последний пункт объезда – игровая зона на улице Карла Маркса. Жители обратились с просьбой установить на площадке спортивное оборудование. По желаниям присоединилась и восьмилетняя рекордсменка мира по подтягиваниям на турнике Ксения Лукина. Она тоже попросила, чтобы на детской площадке, на которой мы находимся, появились турники, брусья, и она могла заниматься своим любимым видом спорта. Ну и все жители ближайших домов тоже. Просьба услышана. Спортивные тренажеры пообещали установить весной следующего года. Такие рабочие визиты представителей Министерства Московской области проходят по поручению губернатора столичного региона Андрея Воробьева. Луизия Игязырян, Александр Колганов, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Полторы тысячи в сутки. Именно столько звонков в среднем поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. В нашем округе она организована в 2015 году. За это время помощь в самых разных вопросах получили сотни тысяч люберчан. Глава городского округа Владимир Ружицкий оценил работу службы в условиях пандемии коронавируса. Телефоны в этом помещении практически не замолкают. Каждую минуту на номер 112 поступают звонки. Пиковая нагрузка, как правило, приходится на конец рабочего дня и выходные. С весны 2020 года, когда был объявлен режим повышенной готовности, количество обращений увеличилось. Да и сейчас в среднем составляет полторы тысячи в сутки. При этом около 80% от всего количества так или иначе связаны с подозрением на коронавирус. У нас предусмотрены возможности по усилению дежурных смен и по увеличению количества операторов в составе дежурных смен до 8 человек. Соответственно, мы оперативно реагируем на изменения в обстановке и усиливаем смены по необходимости для того, чтобы своевременно принимать и обрабатывать вызовы поступающие от жителей городского округа. В службе 112 городского округа Люберца организовано 4 смены в каждой по 7 операторов. Здесь они не только работают в комфортных условиях, предусмотрены и комнаты отдыха. В этом увиделся глава городского округа. Также Владимир Ружицкий узнал тонкости работы службы 112. Поставив правильный адрес, мы можем карточку происшествия передать в любой район Московской области, в любую оперативную службу. В течение нескольких секунд они видят и слышат нас голосом, и видят всё, что написано в карточке. Этот же принцип работает и в обратном направлении. Также оператор службы 112 может передать вызов диспетчеру подстанции скорой медицинской помощи. Все знают номер 112, и все вопросы, связанные со скорой, с каким-то недомоганием, люди звонят, конечно, в службу 112. Когда человек звонит в службу 112, то понятно, он звонит не от того, что ему делать нечего, а от того, что у него какая-то проблема. Рост обращений в службу 112 ожидается в новогодние каникулы. Люберецкие операторы к этому готовы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Подмосковье начали подводить итоги 2020 года. Одними из первых это сделали в региональном управлении МЧС. Так, единая дежурно-диспетчерская служба 112 городского округа Люберцы по итогам уходящего года заняла третье место, уступив коллегам из Валашихи и Одинцова. Как отметил руководитель Люберецкой службы 112 Виталий Богданов, с недавнего времени работа единых дежурно-диспетчерских служб ведется в новом формате. На базе ЕДДС создаются центры гражданской защиты. Службы 112 в Балашихе и Одинцово уже организовали подобные центры. Это и позволило им занять первое и второе места соответственно. Чтобы вернуть лидерство, центр гражданской защиты будет создан и на базе ЕДДС в Люберцах. Кроме дежурно-диспетчерского персонала включены в состав аварийно-спасательные формирования. Ведется большая работа по наращиванию как функциональных возможностей, связанных с приемом и обработкой вызовов от населения, от организации, так и наращивание технических возможностей, связанных с участием в предотвращении, ликвидации каких-либо чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сэкономить время ценой собственной жизни. Сотрудники административной пассажирской инспекции совместно с представителями правоохранительных органов и администрации провели рейд по предупреждению травматизма на железной дороге. В первую очередь они выявили места перехода через пути. В рейде побывали и мы. От этого места до ближайшего санкционированного перехода метров 200 не больше. Вот только люберчане не прочь сэкономить время и перебежать через железнодорожные пути там, где это запрещено и опасно. Теперь же любителям сократить расстояние придется идти по правилам. Место перехода, бывшего несанкционированного перехода, на сегодняшний день уже отремонтировано, установлено заграждение. И наглядная агитация для прекращения несанкционированного перехода. В этом месте были случаи при переходах, смертельные случаи среди жителей Либеретского района. В этом году здесь произошло три трагедии. Организовать санкционированный переход тут планируется при строительстве третьего центрального диаметра. Здесь он очень интенсивное направление, четыре главных железнодорожных пути. И таким наиболее актуальным санкционированным пешеходным переходом это было бы строительство подземного пешеходного перехода, либо надземного, то есть в разном уровне. Опасных переходов на Московско-Рязанском участке железной дороги наберется не один десяток. Местных жителей, привыкших переходить дорогу там, где быстрее и удобнее, не останавливает даже присутствие полицейских. В ближайшее время эта лазейка тоже будет закрыта. Здесь установят дополнительное ограждение и повесят предупреждающие знаки. В административной пассажирской инспекции пообещали, подобные рейды на железной дороге проведут еще не раз. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новый год уже не за горами. Еще есть время подготовиться к нему. Один из главных атрибутов праздника – пиротехнические изделия уже в продаже. В округе организовано 17 торговых точек. Для сотрудников МЧС это сигнал. Пришла пора проводить разъяснительные беседы с покупателями и продавцами фейерверков. Как правильно выбирать салюты и где их можно запускать, узнал и наш корреспондент Луиза Егия-Зарян. Салют летит невысоко, примерно чуть выше пятиэтажного дома. Это примерно около 30 метров высоты. В погоне за яркими впечатлениями в новогоднюю ночь не забывайте о безопасности. Степень зрелищности и высота салюта – не единственное, что надо узнавать у продавца. Сертификат проверили в соответствии? Сертификат не проверила. А сделать это достаточно просто. Сверяйте номер артикула на упаковке с тем, что указано в сертификате продукции. Документ можно потребовать у продавца. Если цифры совпадают, то в качестве этой пиротехники можно не сомневаться. К сожалению, не проверяли. У меня покупал супруг, но я уверена в том, что он так же, как и я, скорее всего, не проверял это. Это наша ошибка. Приобретаем крайне редко. Чаще всего это, конечно, Новый год. Стараемся порадовать своих деток, подарить им праздник. При выборе пиротехники обращаем внимание на целостность упаковки. Любое повреждение на коробке или на самом изделии недопустимо. Запуск фейерверков строго по инструкции и на разрешенных участках. С 1 января 2021 года вступают в силу у нас новые требования. Это правила противопожарного режима в Российской Федерации. Они гласят о том, что категорически запрещается применение салютов, петард, фейерверков в помещениях, зданиях, сооружениях, любого функционального назначения. Также на балконах, лоджиях, у линии электропередач. Эти простые, но в то же время важные правила сотрудники госпожнодзора напоминают продавцам пиротехники. Они, в свою очередь, обязаны доносить информацию своим покупателям, чтобы начало нового 2021 года оставило только приятные воспоминания. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовала перевивочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В поликлинике городского округа поступила вакцина российского производства «Гам-Ковид-Вак». В первую очередь от заболевания защитят медицинских работников, сотрудников школ и детских садов. Доставлено определенное оборудование, холодильные камеры. Вакцина хранится при температуре не менее минус 19. Все необходимое у нас тут сегодня уже сделано. Врачи, медсестры обучены. Вакцинация проводится в четырех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Прививку могут сделать жители от 18 до 60 лет. Не переболевшие – ковид-19. Сдать анализ крови на наличие антител к вирусу можно в поликлинике по месту прикрепления. Доктор проводит осмотр. Если все в порядке, она направляет ко мне. Пациент приходит, мы открываем вакцину, обрабатываем флакончик спиртовой салфеткой и вводим 0,5. Потом пациенту сообщаем, что через 21 день он приходит со свежими антителами. Тоже срок годности не более 4-5 дней. Роспотребнадзор продлил действия новых санитарных правил для образовательных учреждений. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Коклюгина. Школы, детские сады, кружки, секции, колледжи и вузы продолжить работать с соблюдением мер безопасности до 1 января 2022 года. В перечень правил входит обязательная термометрия, дезинфекция помещений, кабинетная система обучения, а также наличие антисептиков. Если у ребенка обнаружена повышенная температура, то его изолируют в медицинский кабинет и вызывают родителей. Учителя обязаны носить маски при индивидуальной работе с детьми. Остальные сотрудники должны быть в масках постоянно, а работники столовых еще и в перчатках. Дети могут носить средства индивидуальной защиты по желанию. Каждый день в его стенах появляются на свет новые жизни. И если рождение одних малышей проходит срок, то в некоторых случаях врачи в прямом смысле совершают подвиг. Наша съемочная группа провела один день в Московском областном центре охраны материнства и детства и увидела, как люди в белых халатах спасают крошечных пациентов. В этой операционной сегодня больше врачей, чем обычно. Кроме акушеров, которые делают кесарево-сечение, здесь детские нейрохирурги ждут, когда коллеги извлекут ребенка, и тут же на месте они начнут его спасать. У малышки врожденный порог развития. Без помощи медиков она не сможет сделать первый вдох. Сложность заключается в том, что ребенок недоношенный и весит всего 600 граммов. С подобными случаями команда Люберецкого роддома уже сталкивалась. Спасать таких детей для них не впервой. Мы выбираем жидкость, создаем возможность для открытия легких и дальше уже подключается аппарат искусственных вентиляций легких. В нашем роддоме мы пролечили уже 5 или 6 детей с такой патологией за последние два года. Ребенка перевозят в отделение интенсивной терапии. Здесь он проведет первую неделю своей жизни. Температура в кювезе 36,7, влажность 85%. В таких условиях новорожденный чувствует себя, как в утробе матери. Цель ребенка стабильный, он не на жестких параметрах ИВЛ. Потихонечку мы его начали инфузионной терапией, антибактериальной терапией. Потом мы его в транспортном кювезе, на реанимобиле перевозим в детскую больницу. Рядом с нами корпус, это второй этап выхаживания. В надежных и заботливых руках не только малыши, но и мамы. Название центра говорит само за себя. Здесь стоят на страже женского здоровья. Созданы все условия для комфортного пребывания пациенток. Наше отделение родильное, оно является как бы авангардом всего родильного дома. И поэтому вся ответственность в большей степени, естественно, ложится на нас. Последние 10-15 лет в нашем отделении родильном организованы так называемые родильные блоки. И женщина рожает одна в специально отведенном для этого блоке. Персонал наш высокопрофессиональный. Акушерки и врачи уже по много лет работают. И поэтому свое дело знают очень хорошо. Виктория Лукьянова убедилась в этом лично. Послушав совета подруги, пришла за первенцем в Люберецкий роддом. О своем выборе не пожалела и обещает вернуться сюда снова. Врачи ко мне подходили и помогали. Показывали, как правильно дышать, как правильно себя вести. Я очень боялась рожать, потому что первый раз, не знаешь, как это все происходит. И оказалось, что моя боязнь просто была заряда на самом деле. А для Асель Жанкуловой страх перед первыми родами уже пройденный этап. Она мама двух сыновей, сейчас в ожидании дочки. Появление на свет своих детей доверяет только сотрудникам Люберецкого роддома. Я вообще не переживаю. Врачи очень хорошо смотрят. Обслуживание все хорошее. Жду нетерпения. Счастливая мама. В этом году Люберецкий роддом выпустил более 4 тысяч таких счастливых мам. Сюда приезжают пациентки не только из Люберец. Это учреждение одной из немногих в нашей стране, где готовы помочь в любой ситуации. У нас непростой родильный дом, уникальный. Здесь концентрируется самая тяжелая патология, которая касается и беременных женщин, и в особенности, которая касается маленьких наших пациентов, новорожденных детей. Надеюсь, что мы никогда не подведем наших женщин. И мои доктора выйдут из любой тяжелой ситуации. В этом я уже просто уверена. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 7 декабря – День любителей поспать. Праздник, конечно, неофициальный и введен совсем недавно, но пользуется популярностью среди лежебок. О людях, чьи любимые предметы дома – одеяло и подушка – наш следующий сюжет. Вставать по первому сигналу будильника – это не про нее. Поспать Екатерина любит с самого детства. Опоздание – дело привычное. Если раньше они касались первого урока в школе или встречи с подругами, то сейчас дела обстоят намного серьезнее. Однажды девушка проспала рейс на самолет. Рейс был в 12, то есть в 10 надо быть. Это значит, надо в 8 встать. Очень сложно для меня даже в 8 встать. Мне повезло, я успела попасть на стойку регистрации опоздавших, а вот мой багаж, к сожалению, не успел долететь. Поэтому в следующий раз, если у меня ранний рейс, мне проще вообще не ложиться спать, чтобы такого больше не повторялось и чтобы не опаздывать. Но если вообще не ложиться, то на следующий день – ужасное самочувствие, головные боли и усталость. Плохой сон для Екатерины хуже болезни. Могу даже на ходу засыпать, глаза закрываются. Было, что я на работе даже стоя чуть не уснула. Пока не разбудят, я могу спать и спать. Не знаю, и 14 часов, и потом еще и днем поспать. Просто сутками, можно сказать, могу спать. Если ничего не надо делать, никуда не надо идти. Шутки шутками, но такое состояние – повод обратиться к врачу. Отдыхать организму, конечно, нужно, но во всем должна быть мера. Большое количество, скажем так, сна по времени, длительность сна по времени, опять же, может пришли к различным расстройствам. Потому что бодрствование должно быть минимум 14 часов в сутки. Чтобы мелатонин, это биохимический процесс, который потом запускается, чтобы полноценно работала, в первую очередь, центральная система, ну и все остальные органы системы организма. На периоды, когда организм работает в режиме нон-стоп, это правило не распространяется. Исключение и сегодняшний день. Можно спать, не считая часы и не испытывая угрызений совести. Так что сладких вам снов. В Любрецкой кадетской школе отметили тех, кто безвозмездно тратит свое свободное время на помощь людям. На торжественном вручении волонтерских удостоверений побывали мои коллеги. Мы увидели, сколько вы делаете добрых, хороших дел. И делаете их от души и от сердца. Продолжать, ребята, также проводить эту работу от души и от сердца. И все в вашей жизни получится. И, как говорится, у вас будет в карме плюс один, плюс один, плюс один. Слова напутствия и почетные удостоверения получили 12 учеников кадетской школы. Среди них и бывший воспитанник кадетки Артем Рябов. Несколько лет назад победить страшную болезнь Артему помогли именно волонтеры. Я лежал с такими же детьми, у которых была такая же болезнь и даже еще хуже. У которых эта болезнь убивала изнутри. И мне хотелось дать им надежду сделать так, чтобы они победили эту болезнь. Потому что меня мотивировали так же. Список добрых дел широк. Помимо поддержки тяжело больных сверстников, активисты собирают и передают вещи в детские дома, устраивают представления в больницах. Удостоверения выдают только за активное участие в волонтерском движении. Мы просто так это не выдаем. Это по делам. Участие не менее в трех мероприятиях. И не просто участие, что они пришли, постояли. А именно с нами собирали подарки, выезжали, раздавали. Раздавали цветы бабушкам. Это те, которые помладше. У нас их еще много претендентов, которые стоят на вторую очередь для получения книжек. Это сегодня просто мы выбрали именно старшие классы. В кадетской школе активно волонтерством занимаются более 30 учеников. В следующий раз вручение почетных книжек состоится в феврале будущего года. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Осознанное потребление и забота об окружающей среде. В Подмосковье работает предприятие полного цикла утилизации отходов и лома черных и цветных металлов. Ежегодно вторалюминпродукт перерабатывает более 380 тысяч вторсырья. Место, где техника обретает вторую жизнь, посетил Александр Колганов. Автомобиль или монитор, холодильник или железнодорожный вагон. Мощности предприятия «Фторалюминпродукт» позволяют утилизировать любую технику, содержащую черный и цветной металлы. За последний год вовлеченность населения во вторичную переработку оборудования выросла на 15%. Наша концепция включается в том, чтобы мы увеличили сбор именно от населения электротехнического и электронного лома. Это основная наша сейчас задача. Мы работаем с такими подразделениями, как школы, институты, больницы и так далее. Мы забираем все, полностью электротехническое оборудование от них. После того, как использованная техника попадает на предприятие, в дело вступают шреддеры и разрыватели. Умное немецкое оборудование сортирует и разделяет сырье на фракции. Процесс полностью механический. Сопровождается минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Комплекс «Фторалюминпродукт» расположен в Некрасовке, в районе с непростой экологической обстановкой. Все зарубежные компании «Экология» уделяют особо важное внимание, мы не исключение, 141001 – это тот сертификат, который у нас получен с 2015 года. И каждый год приезжает сюда группа иностранцев, которые, в том числе при поддержке у них здесь есть представительство, и проверяют полностью весь цикл. «Фторалюминпродукт» в числе лидеров российского рынка по переработке металлов и утилизации электронного оборудования. С 2018 года предприятие входит в группу компаний «Акронхолдинг». 11 металлургических заводов и 5 компаний по переработке сырья обеспечивают замкнутый цикл работы – от сбора отходов до выпуска готовой продукции. «Мы компания полного цикла. Для нас очень важно показать, что мы не просто переработчики, утилизаторы, но вот это сырье, которое мы собираем, перерабатываем, мы используем для производства готовой продукции». В этом году руководство «Акронхолдинга» внедрило новую коммуникационную стратегию. Компания решила показать все свои активы и наглядно продемонстрировать производство. В рамках организованных пресс-туров представители общественных организаций, СМИ и жители могут больше узнать о заготовке и переработке сырья, производстве готовой продукции, об экологических и социальных аспектах. В планах руководства «Холдинга» регулярное проведение пресс-туров. Следующий день открытых дверей на «Фторалюминпродукте» запланирован на апрель следующего года. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В преддверии Нового года все находятся в ожидании чудес. А они как раз происходят на фабрике с говорящим названием «Волшебница». Как готовят шоколад и чем удивляют люберецкие производители, узнавал глава округа Владимир Ружицкий. Родовые бобы. В них не добавляется краситель, они розовые. Такие имеют ягодное послевкусие. Натуральная ягодная мякоть в рубиновых какао-бобах. Новинкой гостей встречали на предприятии. Уникальный ассортимент. Не только визитная карточка люберецкой фабрики, но и главная возможность в современных реалиях выжить среди конкурентов. Мы выдерживаем чистоту рецептуры. В нашем шоколаде только натуральное какао-масло, натуральное какао-тертое. И состав и содержание этих какао-продуктов самое высокое. Не просто, но мы это делаем. Благодаря в том числе и добросовестному отношению к делу, люберецкие шоколадьи работают уже 24 года. Сегодня фабрика насчитывает почти 200 наименований продукции. Выбрать могут и те, кто любит фруктовые начинки, и те, кто следит за фигурой. 3000 тонн. Именно столько в год производит волшебница. Половина из этого – плиточный шоколад. Сезон, а это с августа по февраль, этот конвейер не останавливается ни на минуту. 80% произведенной продукции попадает на отечественные прилавки. Остальные 20% – на зарубежный рынок. Над вкусовыми качествами, дизайнерскими решениями, продвижением и разработкой новых видов шоколада. На фабрике трудится 140 человек. Фабрика «Волшебница» абсолютно не уступает всем стандартам российского классического шоколада. Понятно, что рынок непростой, но качество всегда побеждает, поэтому шоколад пользуется спросом. Я бы хотел сказать слова благодарности и руководству этой компании. Я оцениваю, что компания из перспективы. На грядущий год у шоколадной фабрики большие планы – обновить оборудование и запустить 30 новых позиций сладкой продукции. Ведь, как показали исследования, спрос на шоколад в непростое время только растет. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Художник – это профессия одна из самых древних. За время своего существования она прошла долгий путь от простых рисунков, выполненных углем на стенах, до всемирно известных шедевров. Наша съемочная группа встретилась с ливерецким художником Владимиром Засыткиным и узнала, что вдохновляет мастера живописи на создание новых картин. Нема нас сегодняшняя не балует снегом, но пофантазировать мы можем, правильно порадовать себя. Все, чего не хватает в окружающем мире, можно изобразить на листке бумаги. Владимир Засыпкин садится за холст как минимум два раза в неделю. Для него это своеобразный антистресс. Это как голод, потому что ты ничего не можешь с собой сделать, надо сесть, потому что начинает все нервировать. Если ты не сядешь, не успокоишься и в один момент не станешь что-то делать в плане живописи, то дальше неизвестно, как дальше, собственно, жить. Рисует Владимир Засыпкин сколько себя помнит. Впервые взял в руки кисточку и краски в детском саду. Тогда он больше всего любил изображать солдатиков и военную технику. Эта тема отразилась и на его взрослых работах. Вот картина, которую художник называет своей гордостью. Над воссозданием исторического момента прохождения армии Кутузова через Люберцы. Мастер работал три года. Я сумел решить две своих задачи, которые я ставил. Зафиксировать вот этот исторический момент, когда Кутузов проходил, вот его армия проходила по Рязанской дороге. Я показал храм, который снесли, который, к сожалению, утрачен навсегда. Таким вот образом я его как бы подарил городу. Подарил городу, сказано в прямом смысле. Картину Владимир Засыпкин презентовал 5 сентября, в день городского округа Люберцы. Ее оценили не только земляки-художника. Эта работа заняла первое место в международном онлайн-конкурсе «Голден Тайм-2020». Своими умениями Владимир охотно делится с начинающими профессионалами и любителями живописи. Во время весенней самоизоляции он принял участие в нашем телепроекте «Активное долголетие для тех, кто дома». Научить рисовать и писать живопись можно любому. Не факт, что он станет дальше этим заниматься и полюбит это. Но научить можно так же, как и любому другому ремеслу. На вопрос, сколько у вас картин у Владимира Засыпкина, точного ответа нет. Но в честь своего юбилея он выбрал 100 лучших и любимых работ для выставки в картинной галерее. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.